Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время говорить». Вот главная тема сегодняшнего выпуска. Теперь одностороннее. Сразу на двух центральных улицах города установлено одностороннее движение. Войскам связи России 95 лет. Праздновали эту годовщину в Рязанском воздушно-десантном командном училище. Наркотикам нет. Рязанские полицейские накрыли сразу три наркопритона. Ну а теперь обо всем подробнее. Погода не перестает преподносить сюрпризы горожанам. Вслед за обильными дождями синоптики предупреждают о резком похолодании. И уже завтра столбик термометра, по их прогнозам, опустится ниже 0 градусов. Похоже, что коварного для автомобилистов гололеда на дорогах не избежать. Сотрудники госавтоинспекции и гидрометеоцентра настоятельно советуют водителям ускориться с решением поменять летнюю резину на зимнюю. И если у вас не получится переобуть свой автомобиль в ближайшее время, постарайтесь вовсе отказаться от его эксплуатации до потеплений. Общественный транспорт вам, как говорится, в помощь. С 22 октября в тылу уходящего на восток циклона ожидается адвекция холодного арктического воздуха. Следовательно, нас ожидает резкое понижение температуры воздуха и усиление гололедицы на дорогах. 22 октября местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 4, минус 9 градусов. Днем минус 2, минус 7. С 23 октября на погоду в Маджианской области будет влиять уже антициклон. Поэтому осадки уже маловероятны. А ночные морозы окрепнут до минус 8, минус 13 градусов. Днем температура воздуха не превысит 2,7 градусов. Госавтоинспекция обращается ко всем водителям, особенно к тем, кто не успел поставить еще зимнюю резину, с просьбой воздержаться от управления личным автотранспортом, особенно в первой половине дня. А у кого есть такая необходимость управлять своим личным автотранспортом, быть предельно внимательным и осторожным. Потому что все прекрасно видят, какая сегодня погода, сколько количества талой воды и вообще воды на проезжей части. И, скорее всего, будет очень сложная, скользкая проезжая часть завтра утром. Сегодня стало известно имя кандидата от Либерально-демократической партии России на место ушедшего из облдумы на работу в Государственную думу Александра Шерина. Теперь в Рязанской областной думе, как рассказал координатор Рязанского регионального отделения ЛДПР Денис Никитин, возможно представлять партию будет Юрий Захаров. Ранее он являлся координатором городского местного отделения ЛДПР. Известно, что в партии он состоит с 2005 года, работает на Государственном приборном заводе. Впрочем, депутаты облдумы на предстоящем заседании должны еще утвердить сдачу своего депутатского удостоверения Александром Шерином. А далее вакантный мандат ЛДПР по согласованию с Высшим советом либерал-демократов и по решению Рязанского координационного совета передается зарегистрированному кандидату Юрию Захарову. Ну а от городских властей поступило известие о том, что со вчерашнего дня сразу на двух рязанских улицах установлено одностороннее движение. Это улица Колхозная и проезд машиностроителей. Такое решение было принято для разгрузки улицы Есенина от оживленного автомобильного потока. Далее в программе разъяснение от инспектора дорожного движения. В настоящее время ситуация следующая. Участок улицы, проезд машиностроителей от улицы Горького до улицы Маяковского стал односторонний. И сделали новый участок проезжей части от улицы Маяковского до перекрестка улицы Новая и Горького. Все прекрасно понимают, что это разгрузит улицу Есенина. Сделано это с этой целью. И улицу Горького. То есть человек, который движется со стороны, скажем, по улице Маяковского. Вот он проезжает прямо до комплекса Капитал. Сворачивает налево. Все знаки установлены. То есть ориентироваться каждый водитель может. Внимательный водитель. И спокойно, минуя пробку на улицу Горького, он попадает на улицу Новую и в сторону микрорайона Дашково-Песочни. Накануне войска связи России отмечали 95-летие со дня своего образования. В Рязани основные празднования юбилея проходили в бывшем здании автомобильного института. Сейчас эти корпуса занимают курсанты Рязанского воздушно-десантного училища и слушатели факультета связи при военном вузе. Сейчас в Рязани готовят военных связистов на факультете связи Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Однако войска связи имеют в нашей стране давнюю историю. Первые подразделения появились в России в конце 19 века. Радиосвязь, впервые разработанная в мае 1895 года русским ученым Александром Поповым, очень быстро нашла применение в военном деле. Через 4 года была сформирована первая военная радиочасть. Но только в Красной Армии был сформирован отдельный род войск – войска связи. На сегодняшний день все наши училища комиссионеры в полном объеме факультет связи для подготовки офицеров, сержантов. И на сегодняшний день мы на специальном факультете готовим даже офицеров связи для других государств. Я хочу пожелать здесь курсантов, всем здесь стоящим, глубоким уважением относиться к офицерам связи, средствам связи, потому что это 100% успех в бою. И действительно обеспечивали связь для управления подразделениями на фронтах сотни и тысячи военных связистов, которые точно так же, как и простые солдаты, несли тяготы и лишения армейской службы, рисковали жизнью во имя достижения победы. Ветераны войск связи возложили венки к монументу погибшим при исполнении своего долга товарищам. Далее будущие офицеры-десантники прошли строевым маршем перед трибуной с ветеранами. Праздничные мероприятия продолжились в здании клуба. Здесь отличившимся слушателям-курсантам за отличную учебу вручили грамоты, а преподаватели вуза наградили ценными подарками. И после поздравлений для действующих и будущих офицеров-десантников состоялся праздничный концерт с исполнением песен патриотической тематики. Мы не старшие братства, мы не старые борьбы, Мы всегда, как не море, как не плови, шутка, А теперь вновь перейдем к городским проблемам. Недавно в нашу редакцию обратились жильцы дома по адресу улицы Есенина, 59, дробь 12 с неожиданной и буквально вопиющей проблемой. У них в квартирах уже 8 месяцев нет газа. Как выяснилось, это еще один пример замечательного в кавычках управления от управляющей компании Техрембудсервис. А у нас в квартире газ, а у вас, а у нас водопровод, вот. Казалось бы, все мы живем в 21 веке и даже чаще всего в обустроенных квартирах. А вот проблема с обычными общечеловеческими благами, будь то теплой или горячей водой, как ни странно, существует и по сей день. К нам обратились жители дома 59, дробь 12 по улице Есенина. Проблема жителей в том, что вот уже 8 месяцев, как минимум в половине квартир многоподъездного дома, нет горячей воды. По словам жильцов, 22 февраля 2014 года Горгаз отключил газовые колонки. Значит, мотивация отключения была такова, что по акту обследования трубопечными работами, значит, переданному последствию управляющей компанией Техрембудсервису, значит, было проведено отключение Горгаза, газоснабжения. Наша формулировка была такова – разрушены оголовки вытяжных каналов. Конечно, люди не сидят сложа руки и обращаются во всевозможные городские инстанции. Последний на данный момент ответ пришел сегодня – письмо из правительства Рязанской области. Обращение жильцов направлено на рассмотрение в администрацию. А еще сегодня же с самого утра приходила комиссия. Сказали, что будут делать расчеты восстановительных работ по возвращению газа. Когда и за чей счет – пока неизвестно. А люди между тем спасаются кто как может. Кто-то по старинке кипятит воду в кастрюльках, кто-то установил водонагреватели. Некоторым вообще, можно сказать, повезло. Колонки им не отключили и теперь пользуются ими на свой страх и риск. Ведь аварийного состояния коммуникаций никто не отменял. У нас с 1958 года дом. Он запланирован только с колонками. Поэтому настолько колонки греют воду. А сейчас мы только холодной пользуемся. Вот греем на газу, в кастрюльках. Детей купаем в тазиках, поливаем. Потому что колонки нет и прохладно в ванной. А сами как где придется. Очень много платим за электроэнергию. За счет того, чтобы нужно самой во время беременности мыться, поддерживать личную гигиену. И в дальнейшем, через две недели, вот будут роды. Пользуемся мы поставили водонагреватель. А мотает он полтора киловатта. Сами понимаете, и посуду помыть, и то, и это, и пятое, и десятое. И деньги много летят. И вообще просто невозможно, если честно. Мне повезло больше, потому что ко мне в квартиру не попали и не смогли отключить на тот момент газ. То есть у нас часть квартир получается с отключенным газом, часть с включенным. То есть половина на половину. А дымоходы являются одними и тем, что на одном сайке может быть и отключенная квартира, и включенная. Мы слышали много случаев о том, что есть взрывы в домах, есть отравление угарным газом. То же самое грозит, по сути, и нам. Потому что нет должной вентиляции в доме. Сегодня мы связались с администрацией Рязани, где нам сообщили, что управляющая компания Техрембетсервис так и не провела необходимые работы для восстановления газоснабжения в доме по улице Есенина. И теперь городские власти изыскивают возможность предоставления субсидий жильцам. И уже за счет бюджетных средств работы по налаживанию газоснабжения в этом доме начнутся до конца этой недели. Далее информация от рязанских правоохранителей. Полицейские накануне сообщили сразу о закрытии трех наркопритонов и задержании наркокурьера, торговавшего запрещенными и опасными синтетическими препаратами. Синтетические смеси, или проще говоря спайсы, стали наиболее вредоносной и все же доступной альтернативой многим видам наркотиков. И популярность, которой они сейчас пользуются, приобрела страшнейший оборот. Рязанские полицейские без промедления реагируют на заявления граждан о нехороших квартирах, в которых организовали наркопритоны. В период выходных выявлено несколько фактов наркопритонов, где граждане представили помещение для употребления наркотиков. И причина деятельность некоторых лиц, как распространяющих и давающих наркотические средства. Итого три наркопритона за выходные. Сотрудники уголовного розыска нагрянули в один из них в тот самый момент, когда все четверо его посетителей употребляли наркотики. Из квартиры и у самих злоумышленников были изъяты синтетические вещества. Волно употребляете? Самое место. Другим молодым людям что бы желали? Не употреблять. Возможности сходить, соскакивать. Еще одни наркобизнесмены были задержаны рязанской полицией. Злоумышленники продавали спайс путем смс-рассылок и через интернет. Сколько дней? Это 60 тысяч рублей. Каким образом денег получал? На Киеве, в смысле, раз Киеве уже много способов, как можно вывести. Можно на карточку, можно через банк, по самому. Ты сам употребляешь на путь? Раньше, да, сейчас нет. Ну, как, в смысле, ну, образно, да. Судим? Да. По какой статье? 228-2. 23-летний житель соседней области был отправлен в Рязань, так сказать, в командировку. Молодой человек с помощью закладок передавал покупателям спайс. При личном досмотре у злоумышленника обнаружили два пакета с курительной смесью, массой в 500 и 110 грамм. Совсем молодые ребята, мальчишки, и уже умудрились так испортить свою жизнь. Еще и народ травили этой гадостью. И стоила она того. Недавно Рязанское региональное отделение Союза пенсионеров России отметило свой 20-летний юбилей. Далее в эфире программа подробностей. И сегодня в гостях председатель правления Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации Союза пенсионеров России Галина Воробьева. А на сегодня это все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин